Приветствую, братья и сестры! Перед нашей молитвой мы обратимся, коротко послушаем Слово Божье, прежде чем будем молиться. Мое желание прочитать Евангелие от Матфея с 12 главы, небольшой отрывок, который мы хорошо знаем. С 38 стиха, 12 глава, 38 стих Евангелия Матфея. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Не невитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Мы видим Христа, окруженного людьми. Подходят к Нему любопытные книжники и фарисеи. И говорят Ему, «Учитель, мы хотим видеть от тебя знамение». Если мы читаем выше эту главу, мы находим, что Христос только что совсем недавно изгнал беса из бесноватого, слепого и глухого. И после этого Он говорил слова, уча народ, и они обращаются к Нему и говорят, «Покажи нам знамение». Что такое знамение? Знамение – это сила Божья, явленная воочию. То есть это проявленная сила Божья на ком-то, на что-то, на чем-то. И они снова спрашивают Его, «Покажи нам знамение». И Христос говорит. Христос говорит о том, что не дастся вам знамение, кроме знамения Ионы Пророка, который был во чреве кита три дня и три ночи. И Он говорит, что Сын Человеческий будет три дня и три ночи в сердце земли. Знаете, Христос обращает наше внимание, вот этот 41 стих, наше внимание на жителей Неневии, живших при пророке Ионе. Знаете, кажется, как будто бы странное такое повествование, которое говорит Христос. Кого мы видим? Мы видим нечестивых, негодных Неневитян, которые будут стоять на суде и обвинять других. Так сказал Христос, так Слово Божие нам говорит. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Знаете, нам, людям, всегда свойственно, когда кто-то нас обвиняет, и мы знаем того человека, знаем его жизнь, знаем, может быть, его порочную жизнь, знаем о том, насколько человек и каков он, и он обвиняет кого-то, то мы, знаете, привыкли так и говорим, что посмотри вначале на себя, посмотри на себя, и потом можешь говорить, может быть, кого-то обличать. Но, знаете, даже грешники, они имеют светлые стороны в своей жизни, достойные подражания. Вот здесь мы видим так и неневитяне. Их жизнь, она нечестива. Жизнь их негодна, но сердце не было недоступным. Их сердце было открытым. Они были доступны к словам, которые звучали от Бога. Услышав проповедь Ионы, они покаялись, и это поставило их в пример. Христос ставит их в пример. Почему? Потому что они слышали только семь слов, которые произносил Иона в своей проповеди. А я бы сказал, даже это не проповедь была, а приговор. Приговор для неневитян, для жителей города этого. И причем они были лишены всякой надежды. Они были лишены всякой надежды на какое-нибудь изменение в их адрес. Потому что все, что говорил Иона, он говорил еще 40 дней, и вам пришел конец. Все. Неневия будет разрушена, и они знали, что может произойти. Потому что, читая Слово Божие, я думаю, что они знали, что произошло с Содомом и Гоморрой, тогда, когда Бог поразил. И поэтому в проповеди не говорилось о милосердии Божьем, не говорилось о помиловании. Там было ясно и понятно, было сказано, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. И поэтому неневитяне могли лишь довольствоваться, знаете, вот такой мерцающей надеждой, скрывающейся в словах, которые они говорили. Тогда, когда слух дошел до царя Неневии, он встал, снял с себя царские облачения, он призвал своих вельмож, сказал, одеть всем вретище, посыпать пеплом, вопиять к Богу, объявил для всего народа города своего, чтобы никто не ел, не пил, чтобы вопияли к Богу, молились, чтобы скотину, животных не водили на пастбище, не поили и не кормили, вопияли к Богу. И царь говорит, кто знает, может быть, может быть, Бог отведет руку свою от истребления нашего. Это стало, знаете, серьезным основанием к изменению образа жизни вот этих негодных, нечестивых людей. Но почему же так Христос говорит очень сильно в отношении рода того, которому Он говорил, и среди которого Он жил, среди которого Он проповедовал, были явлены чудеса и знамения Божии? Он говорит, они, неневитяне эти, осудят сей род. Есть две причины. Первое, потому что неневитяне поверили Ионе. Кто был Иона? Иона был еврей, пророк. Иона тот, который был послан в Неневию, и он недобровольно-то пошел. Он вообще практически не любил и ненавидел этот народ, и он хотел смерти. Если мы читаем книгу пророка Иона, он хотел истребления этих людей. Его просто желание было, чтобы они погибли. Это был таков пророк, который шел и говорил, еще 40 дней, и неневия будет разрушена. Но мы видим вторую сторону, что Христос говорит, здесь больше Ионы. Здесь то, что вы видите и слышите, вы, книжники, фарисеи, вы, люди, окружающие ученики, здесь больше Ионы пророка. Почему? Потому что Христос пришел добровольно, неся весь спасение для всех, для всех погибающих. И причем Христос любил мир. Христос любил мир, потому что Отцом Небесным Он был послан. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 3 главе 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Знаете, Иоанна нехотя произносил вот эти однажды сказанные им 7 слов. Еще 40 дней, и Невия будет разрушена. Сколько он мог пройти за этот день? Он говорил еще 40 дней. На следующий день он говорил еще 30 дней. На следующий день он говорил еще 38 дней, 39 дней. То есть он снижал эту цифру, больше ничего не говорил. И те, которые люди слышали, они понимали, что нужно что-то делать. И они делали. А Христос, когда мы читаем, Он говорит, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов. Но вы не захотели. Ваше сердце было черствым. Ваше сердце было закрытым. Вот эти слова Христа, Его слезы, Его дела, они были исполнены величайшей любовью и состраданием. Когда мы смотрим на Иону, на огорченного, на раздраженного, сидящего вне города, под можжевелевым кустом, знаете, ожидавшего, смотря на этот город, что же будет? Хотя он и понимал, что Бог милосердный, сострадательный. И видит, вот это, увидел это бедствие в этом народе. И сколько людей там, которые обратились, и сколько там детей, которые не могут отличить правой от левой руки, и Бог пожалел их. А Иона был разочарован. Но когда мы смотрим на жертву любящего Христа, мы понимаем, сколько там любви, сколько там жертвенности, сколько там отдачи. И тогда, когда Христос был на Голгофе, Он говорит, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». В одной из притч, в которой говорил Христос о смоковнице, что в его саду, на его земле, в господина, была смоковница. Смоковница, которая из года в год не приносила плод. Она была в его саду, она росла там. И садовник ухаживал и делал все возможное для того, чтобы принесла плод. И когда третий год уже приходит господин, он говорит, «Сруби ее, потому что на что она и занимает место? Ведь она не приносит плода. Она в моем саду занимает место». Но Христос говорит, «Оставь ее. Оставь ее еще, я позабочусь. Я сделаю все возможное, приложу все усилия, возможно, принесет плод. Возможно, что-то проявится». Христос говорит, «Сколько раз я хотел вас собрать? Сколько раз я являл милость для того, чтобы открылись сердца ваши?» Мы видим среди этих разных людей в разное время, в разные поколения, это разные слушатели. Ниневитяне покаялись, когда не имели и проблеска надежды на прощение, на спасение, на помилование. Не имели и проблеска прощения. И они покаялись. А Христос говорит, «А здесь больше, здесь больше ионы». Знаете, для нас, людей, проповедано на сегодня слово и звучит голос призова для тех, которые не открыли еще сердце свое. Призов звучит для тех, которые живут в доме Господним в саду его, но не приносят никакого плода. Знаете, сколько сильнее будет обвинения, будут обвинения людям тем или нашим современникам, которые слышат слово и не принимают. Христос говорит, что ниневитяне восстанут и осудят этих людей, которые слышали слово проповеди и не приняли. сегодня, когда весь о спасении всеми средствами информации возвещается и человек слышит и остается глух и уходит, не принимая истины и слова Божия. Хотелось бы сегодня помолиться, чтобы если в жизни нашей мы слышим, но она проходит мимо нас и она не касается нас, чтобы Господь как-то изменил внутренность нашу, чтобы те нечестивые, которые предстанут на суде, они не осудили нас за слышанное слово, но ничего не сделанное в жизни нашей. Пусть Господь благословит нас сегодня помолиться и прославить Бога нашего. Аминь. Аминь.